Сейчас я буду рассказывать про капусту центурион и бригадир. Это две капусты, которые имеют период вегетации 110 и бригадир 120 дней. Капусты, которые для недлительного хранения, порядка трех-четырех месяцев. Основное ее предназначение это переработка, квашение, то есть все, что связано с этим. Хотя, эту капусту мы видели, как в эсростке, прохранили до апреля месяца. И в апреле месяце, открывая одну из камер, они продавали ее самую первую. Единственный, конечно, недостаток, это то, что уже процент отхода меньше, чем на поздних капустах. Для каждой капусты есть свой период реализации. Если мы закладываем центурион и бригадир, то фактически до 1 февраля, то есть мы реализуем обычно эти капусты. После этого мы уже переходим к капустам более длительного периода вегетации. Хотел бы сейчас попросить Сергея. Сергей у нас еженальный менеджер по Николаевской и детской отдыхе. То есть съесть капусты, не сказать, сколько она у нас получается. Головка 4 килограмма. Причем, что можно сказать. То есть вот эту вот схему посадки, которую выбрало хозяйство, оно позволяет получить более товарные головки. Потому что сейчас, в последнее время, мы уже все четко знаем и понимаем, что товарность головки где-то от 2 до 2,5 килограмм самое-самое оптимальное. Если капусты более крупные, то это уже специально для переработчиков. То есть если уже есть какой-то спецзаказ для людей, которым это необходимо. Сейчас мы видим, что капуста получилась порядка 4 килограмм. Ну, будем считать, что в среднем, где-то порядка около 3 килограмм головочки. Теперь, посмотрите, насколько у нее небольшая кочерыга. Насколько она белоснежная. Ну и еще раз уточняю, что ту капусту, которую вы пробовали, эта капуста была именно Центурион. Сколько, Сереж? Две недели назад, да? Мы срезали и завезли Николая и шинковщикам. То есть и они для нас специально сделали бочечку вот этой вот капусты. Это как раз Центурион, да. Вы все пробовали сегодня Центурион. И самое главное для шинковки, как говорят специалисты, должно лист отставать хорошо. Это основной показатель для шинковки. По вкусовым качествам я хочу, чтобы вы попробовали, она очень сладая. Попробуйте. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.